Звучит музыка Звучит музыка Когда вы его не используете, вот вы его там запомнили и все, потом время прошло, полгода вы там еще может быть помните, а потом раз через год, через два и вы все забыли и не помните. И поэтому нужно, если вы какой-то узел изучили, вы используете его в быту, когда он вам необходим. И вот когда вы его в быту будете использовать, вы его никогда не забудете. И сегодня я хотел бы поговорить про прямой узел. Это вот будет первый такой узел, который я хочу показать в быту. Он очень нужный, используется с античных времен, даже еще с древнего мира. Его уже люди использовали. И этот узел, он вам очень облегчит жизнь. Иногда есть потребность взять и связать два конца веревки. Но потребность она может быть разная. Может быть вам нужно нарастить веревку, опустить, например, там что-то в колодец ведро. Или, опять же, вам нужно там срастить порвавшийся буксировочный трос. Или просто там, опять же, для буксировки срастить, увеличить длину. В быту всевозможное. Даже вплоть до того, что, опять же, в семейных отношениях, в каких-то ролевых играх, вы таким узлом, может быть, будете связывать жену. Итак, хочу вам показать этот узел. Узел, как я говорил, называется прямой. И сейчас мы вот на вот такой полипропиленовой бытовой веревке рассмотрим, как его вязать. Вяжется он элементарно просто. Вы берете два конца веревки. И можете их складывать хоть так, хоть так. То есть, кто на какую там делает нахлёст, совершенно без разницы. Если вы сделали так, то дальше вы крутите одну веревку вокруг другой. У вас получается вот так. Если у вас был нахлёст вот такой, ну, вы можете или эту вот крутить, то есть, вот, или эту крутить. В принципе, как бы вы ни сделали, получится всё одно и то же. То есть, это уже потом будете делать на автоматизме. Раз, там. Самое главное при этом узле не ошибиться и не сделать другой узел. Тут есть целый ряд похожих узлов. Некоторые скажут, что только один. Ну, на самом деле, их даже четыре узла. Ну, вернее, вот этот узел прямой и ещё три. Которые таким способом можно сделать. И которые часто люди ошибаются и делают. Баби узел. То есть, я вот не буду все три неправильные комбинации. Расскажу только вот об одной комбинации, которая называется Баби узел. И он не даёт крепкости. Это очень ненадёжный узел. Но он очень похож на прямой. И если вы его сделаете, то на такое соединение нельзя надеяться. То есть, идём дальше. Чем прямой отличается вот от неправильного Бабиева. А теперь смотрите внимательно. Вот вы берёте, раз, делаете вот так. И вот так. И получается вот прямой узел, про какой я вам говорю. Его можно делать и на вот таких канатах. И даже на швейной нитке. То есть, прямой узел, он в принципе, прямой узел. Его можно применить элементарно. Вот этот узел очень надёжный. Если его хорошо затянуть, он будет надёжно служить. На него можно давать нагрузку. В принципе, его, он сильно так прям не затягивается. Вот видите, я вот там от души так приложил. Но он сильно не затянулся. И можно вот его спокойно даже развязать. Вот. Тут главное понять, именно как идёт верёвка. Когда вот вы сделали вот так. И потом вот так. У вас получился вот этот Баби узел, который нельзя делать. Вроде бы всё то же. А вот видите, как понять. То есть, если эта часть верёвки вот идёт в эту сторону. А вот эта вот верхняя идёт в противоположную сторону. Это получился Баби узел. Это плохой узел. Вот узел, который делают не специально люди, пытаясь сделать прямой. И вот если вы так увидели, нельзя эксплуатировать. Прямой узел, он всегда получается так, что вот эта вот верёвка верхняя, она выходит в этом же направлении. И вот эти верёвки тоже совпадают в направлении. Видите, как две петельки. Вот такие две петельки. Вот это прямой узел. Он с древности используется. Причём ещё с античной древности. Древний мир уже его знал. Это очень такой узел, который легко запомнить. И в принципе, когда вам нужно будет соединить верёвки, вы будете соединять так, а не как. Если люди не знают узлы, как соединить верёвки. И начинают там вот, ну, как правило, вязать там вот обычные узелы. Или вот делают дубовые, когда вот так вот. Вот так вот там. И это плохой узел для соединения верёвок. Вот такой. И его использовать не надо. То есть, если вам надо соединить, вот вполне вам такой прямой узел подойдёт. Там раз. И потом вы смотрите. Главное, чтобы вот у вас вот именно в одном направлении они шли. Вот это прямой узел. Если вы сделали так, а потом вы делаете вот так. Это получается бабий узел. Он вроде бы похож, что тоже вот две петельки. Но одна верёвка сюда, другая сюда. И этот узел ненадёжен. Он развалится. Да, он может там, если там какой-нибудь пакет им завязали. Он, конечно, может там или мешок служить. Но он совсем ненадёжный. Но он совсем ненадёжный. Если что-то нужно вот сделать прям при использовании, там под нагрузкой. Поэтому только прямой. Вот легко его как бы так понять. И я вам просто вот так вот всё это информацию разжёвываю. Потому что узлы это такое дело, что иногда вот там показал узел человек да-да-да, а потом раз и забыл. То есть много узлов сразу не надо изучать. Вы просто постарайтесь какое-то изучить и использовать в бету. Тогда вы его не забудете. Если вы просто вот научитесь какой-то узел вязать, то вы его гарантированно забудете, если не будете его использовать. Это как бы уже проверено людьми. И даже хорошая память всё равно там надолго не хватает, если не эксплуатировать вот непосредственно в работе узел. Вот это прямой узел. И ещё раз вот я покажу. То есть элементарно просто. Два конца верёвки. Вот так раз. И смотрите, куда у вас идёт верёвка. Если у вас верёвка идёт вот сюда, то вы соответственно вяжете сюда. Всё. Прямой узел готов. Затянули. И вы можете его использовать. Даже, например, если нужно вам там буксировать автомобиль. Соединили вот так. И используете. А потом даже это можно развязать. У него как бы вот эти сами элементы, они довольно такие простые. Он сильно не затягивается. И вполне его можно развязать. Если вы просто там верёвки как-то связали, они уже не развяжутся у вас при буксировке. Потому что очень сильно затянутся. А такой узел вот вполне поддаётся развязыванию. Даже при сильном затяге. Когда под нагрузкой. Можно тут всё-таки попытаться его будет развязать. Так что я вам советую использовать его в быту для сращивания верёвки. Ещё там для наращивания верёвки. Когда нужно вот что-то удлинить. Очень простой, лёгкий узел. Если вам понравится данное видео, я начну показывать и другие, именно такие применимые в быту узлы. Которые лёгкие и которые вот прям очень-очень пригодятся вам. А на этом всё. До свидания. Подписывайтесь на канал. А здесь вас будет ждать ещё множество интересных сюжетов. Продолжение следует...